Священная земля, на которую хочется вернуться. Жители Люберец и столицы отправились в паломническое путешествие в Дивеево. Участниками тура выходного дня стали и мои коллеги. Бога, Родица Дева, радуйся, благодатная, Мария Господь с тобою. В Новый год с новыми мыслями и впечатлениями. Своё новолетие Ольга Дрожжина встречает в путешествии по святым местам. Поклониться мощам преподобного Серафима Саровского и окунуться в источник знаменитого иеромонаха – лучший подарок в день рождения для православной. Заходить вообще не страшно, не холодно, просто идёшь с ощущением чистой дороги, верный путь. Когда-то на правом берегу речки Саровки жил и принимал паломников прозорливый старец Серафим. По легенде, в ближнюю пустыньку к нему приходили по две тысячи человек в день. Народное предание хранит много историй о чудесных исцелениях. До сих пор Дивное Дивеево остаётся одним из самых посещаемых духовных центров православного паломничества. Вода, дай добра во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вода для православных христиан – символ жизни и духовного очищения. Но в обитель приезжают не только ради святых купелей. Дивеево – это исторический и архитектурный памятник. Четыре места на земле Пресвятая Богородица взяла под своё особое покровительство. Одно из них – Серафима Дивеевский женский монастырь. В четвёртый удел Богоматери у каждого богомольца свой путь. Я просто, ну, можно сказать, поставил перед фактом супругу, конечно. Я пришёл с работы и сказал, нам надо срочно в Дивеево. Прямо завтра собираемся. А куда? Я говорю, в Дивеево. В Свято-Троицком Серафима Дивеевском монастыре находятся великие святыни. Святая канавка – излюбленное место паломничества. Святой Серафим говорил, что канавка до небес высока. Здесь ходила сама Царица Небесная. Было даже дивное исцеление молодого человека, который не знал ни одной молитвы. Он попал в автокатастрофу и попросился ночью пройти по канавке. И когда он уже дошёл до конца её, то он выбросил в сторону свои костыли и стал кричать «Аллилуйя!». Но вот таким чудесным даром Божьим, по милости Божьей Матери, он получил исцеление. Главная святыня Дивеевской обители – мощи святого Серафима Саровского. В Троицком, главном соборе монастыря, бережно хранят и вещи святого. Екатерина и Константин, впервые попав в Дивеево, сразу поняли – обязательно вернуться на священную землю не раз. О красоте намоленных благодатных мест рассказали друзьям. Желающих набрался целый автобус. Так появилась идея организовать тур выходного дня. Этого достаточно, чтобы вырваться с рабочей суеты, провести эти два замечательных дня и также комфортно в автобусе вернуться домой. Благочестивость, прикоснуться к очень многим местам. Ощущаешь силу, ту силу, которая есть в тебе и в этом храме, в соединении с Богом. Связь с Богом чувствуют и те, кто сначала в чудеса не верил. Необычные явления происходили с посетителями Дивеева. Однажды трудница, которая неоднократно приезжала в Дивеево, разошлась с мужем. Она долго размышляла – выбрать жизнь семейную или принять монашество. Тогда женщина помолилась Серафиму Саровскому и попросила дать ей знак. И что вы думаете, она вышла из Троицкого собора, идет мимо нашей трапезной, и вдруг из кухни выходит наша сестра, которая знала вот эту сестру. И говорит, ой, слушай, у меня для тебя подарочек есть. И протягивает ей Япону святой семейство. Бог рядом, понимаете, только лишь бы мы правильно поступали. Мы часто неправильно поступаем, потому что каждому из нас от рождения представлен ангел сатанин. Это ум бестелесный, который облагает плохие помыслы, скверные и так далее, понимаете. Игуменья рассказала, что после крещения у православного появляется ангел-хранитель. Он подсказывает, какой поступок грешен. Однако прислушиваются люди чаще к первому ангелу. Но вера для того и существует, чтобы направить человека на путь праведный. Молодцы, что вы приехали, но с Богом нужно всегда быть, везде. Ничего не мешает этому, понимаете. План будущей Серафима Дивеевской лавры – крест с цепями. Лапти и другие вещи батюшки Серафима хранятся в монастыре. Сестры благоговейно относятся ко всему, что связано с Дивеевской историей. С XVIII века сохранилась икона архидиакона Стефана. На месте Казанского собора стояла деревянная церковь святителя Николая Чудотворца. Это была окраина села. В программу «Туры выходного дня» входит экскурсия по Серафиму Дивеевскому монастырю, посещение святых источников. Для путешественников организуют мастер-классы по приготовлению полезных блюд в эко-посуде с дегустацией и тренинг по укреплению иммунитета. Но главное в путешествии – это новые знакомства и общение в кругу единомышленников. У меня был день рождения, да, и группа спела мне песню, моя любимая Анна Герман, «Эхо». Как они угадали, что это моя любимая песня, у меня прям мурашки по коже пошли. Очень красиво ребята спели, очень душевно. Я это никогда не забуду. Вчера я была в двух купальнях, а вот сегодня третья. Сегодня неизгладимые впечатления. У меня такая благодать на душе, такая радость. Вот как солнце сияет сейчас на меня, вот у меня такое в душе сейчас творится. Ехали сидя в тесной компании, но вот какое-то тепло чувствовалось внутренне. В Дивеево я слышала, но не знала, как сюда приехать, потому что никого знакомых нету. А это чисто случайно по каналу Люберецкого ТВ увидела вот это объявление, что набирается экскурсия в Дивеево. Впечатляет сама атмосфера, сама энергетика этого места. Мне все понравилось, как организован этот тур. Само впечатление, как будто у меня открылось второе дыхание. Супокойствие и умиротворение пришло. Здесь душевно, я бы сказала. Дивеевские святыни окружают заповедные леса. Кажется, вдали от суеты мегаполисов бег времени замедляется. Голоса становятся тихими, разговоры неторопливыми. Самое время поразмышлять о своем пути в бесконечной вселенной. Елена Кирсанова, Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, Михаил Давыдов. Для телеканала ЛРТ.